Приветствую вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в удивительный мир пернатых, чтобы познакомиться с настоящим чемпионом скорости – страусом. Вы, возможно, удивитесь, но эта крупная птица, не способная к полёту, на самом деле является самой быстрой в мире. Страус может развивать скорость до 70 км в час – настоящий спринтер среди своих сородичей. Но что же стоит за этой невероятной способностью? Как устроено тело страуса, позволяющее ему так быстро передвигаться по земле? В нашем видео мы не только раскроем секреты его скорости, но и расскажем о том, как страусы адаптировались к жизни в дикой природе, каковы их привычки и поведение. Приготовьтесь узнать удивительные факты о жизни этих величественных птиц и их роли в экосистеме. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А теперь устраивайтесь поудобнее и поехали! Самой большой птицей в мире и единственным представителем отряда страусообразных является африканский страус Strutiocamelos. В переводе с латинского cams означает верблюд. Как и верблюд, страус легко переносит зной и вполне приспособлен жить в пустынной местности и в трудных условиях преодолевать большие расстояния. Наблюдая за этой птицей, которая так горделиво смотрится на равнинном просторе, нельзя не восхищаться ее проворностью, выносливостью и другими качествами, схожими с верблюжьями. Но животное встречается не только в Африке. Зона обитания страусов охватывает сухие безлистные пространства, как Африки, так и Ближнего Востока, включая Ирак, Иран и Аравию. Страус живет в открытых саваннах и полупустынях, севернее и южнее зоны экваториальных лесов. Однако из-за интенсивной охоты их популяция сильно сократилась. Страусы – нелетающие птицы, для них характерно полное отсутствие киля и слаборазвитая грудная мускулатура. Будучи самыми большими птицами на планете, крупные особи африканского страуса могут похвастаться ростом в 2,7 метров и внушительной массой до 150 килограммов. Однако обычный вес страуса в среднем составляет около 50 килограммов, причем самцы несколько крупнее самок. Страус имеет плотное телосложение, длинную шею и небольшую уплощенную голову. Клюв прямой и плоский, с роговым когтем на надклювье, довольно мягкий. Большие глаза диаметром около 5 сантиметров занимают примерно 1 треть объема головы страуса. Густые ресницы на верхнем веке хорошо защищают большие глаза птицы от пыльных степных ветров. Глаза также имеют развитую мигающую мембрану, которая движется от внутреннего к наружному углу глаза, защищая его от пыли и песка. Благодаря очень длинной и гибкой шее и особому расположению глаз, страусы обладают отличным зрением и очень хорошим кругозором. Птицы фокусируют объекты, находящиеся на дальнем расстоянии, что помогает им избежать опасности. Оперение у страуса рыхлое и курчавое, но кожа птицы покрыта перьями не полностью. Оперение отсутствует на шее, голове, бедрах, есть залысина на груди, туда страус кладет голову, когда опускается на землю. Кожа шеи и бедер самок розовато-серая, у самцов серая или розовая, в зависимости от подвида. Самки и самцы различаются не только по размеру, но и по цвету оперения. Самочка меньше самца и окрашена в серовато-бурый цвет, ее крылья и хвост лишь чуть светлее. Самец куда ярче. На его теле черное оперение, а крылья с хвостом белоснежные. Крылья у страусов недоразвитые, два пальца на них заканчиваются когтями. В сравнении с размером их тела они очень малы и покрыты роскошным оперением. Крылья страуса используют для балансировки тела, обороняясь от сородичей или других животных во время танцев в брачный период, а также для защиты яиц или птенцов в гнезде. Также самцу крылья помогают, когда он ночами очищает гнездо для самки в период кладки яиц. Особого внимания заслуживают ноги страуса. Они настолько мощные, что одним ударом страус способен нанести серьезное повреждение и даже убить любого крупного хищника. Их ноги длинные, жилистые, с сильными мясистыми стопами, на которых всего по два пальца, что тоже является исключением в классе птиц. Один из пальцев на каждой ноге напоминает копыта, с помощью которого страус может удерживать равновесие во время бега. Поскольку страусы не умеют летать, то это компенсируется способностью быстро бегать и шагами в 3,5-4 метра длиной. При опасности скорость страуса может развиваться до 70 км в час. Обогнать коня? На такой скорости это проще простого. Более того, молодые страусы уже в месячном возрасте могут бегать со скоростью до 50 км в час. Во время бега страус может делать резкие поворотные рывки, не сбавляя скорости, и даже внезапно лечь на землю. Эта птица предельно вынослива, и благодаря своим крепким длинным ногам, она не уставая может преодолеть большие расстояния. Интересно, что когда страус-бегун распускает крылья над спиной, он так пытается сохранить равновесие. Страусы ведут оседлый образ жизни. Вне брачного периода держатся небольшими группами или семьями. Все мы привыкли к классической модели семьи – мама, папа и дети. Но страусы живут полигамными семьями. В одной ячейке страусиного общества лишь один самец – несколько самок и птенцов. Часто такая семья присоединяется к табунам антилоп и зебр, соседствуя с ними по пастбищах и путешествуя по африканским равнинам. Питаются эти птицы в основном растительной пищей, но полными вегетарианцами их назвать нельзя. Помимо семян, цветов и плодов, они не прочь полакомиться мелкими грызунами, рептилиями, насекомыми, а иногда, когда нет конкурентов, и падалью. Подобно верблюдам, страусы способны долгое время обходиться без воды, им достаточно жидкости из употребляемой зеленой массы растений. Но, получив доступ к воде, страус пьет много и охотно. С таким же большим удовольствием страусы купаются. Половое созревание страусов наступает в возрасте 2-4 лет – период такования, особого поведения в начале брачного периода. Каждый самец бдительно охраняет личную территорию в радиусе от 2 до 15 квадратных километров и безжалостно изгоняет конкурентов. Шеи конечности такующего самца становятся ярко-красными, а для привлечения самок он падает на колени, интенсивно бьет крыльями, выгибает шею назад и трется затылком о свою спину. Такой себе эротический танец для привлечения дам. Во время соперничества за обладание самкой самцы издают весьма оригинальные трубные и шипящие звуки. Набрав в зоб побольше воздуха, страус-самец резко проталкивает его в пищевод, оглашая окрестности чем-то вроде утробного рева, напоминающего рычание льва. Доминантный самец покрывает всех самок в гареме, но пару образует только с доминантной самкой и вместе с ней высиживает птенцов. Для устройства гнезда самец делает в земле неглубокую ямку, куда откладывает яйца в первую очередь доминантная самка. В это же гнездо откладывают яйца и остальные самки его гарема. В результате в гнезде насчитывается в среднем 15-25 яиц. Яйца страусов самые крупные в птичьем мире, хотя относительно размеров самой птицы они невелики. Длина яйца 15-21 см, масса от 1,5 до 2 кг. Чтобы вам проще было понять, то одно страусиное яйцо это как примерно 25-36 куриных яиц вместе взятых. Ночью кладку насиживает только самец, днем по очереди дежурят самки. Нередко днем яйца остаются без присмотра и обогреваются лучами солнца. Насиживание длится 35-45 дней, тем не менее часто многие яйца, а иногда и все, гибнут из-за недосиживания. Малыши появляются на свет зрячие, покрытые пухом и способные к передвижению. Только что вылупившийся страусенок весит до 1,2 кг, а к 4 месяцам достигает 18-19 кг. Несомненно, страусы большие и сильные. Но даже у них в природе есть враги. Яйца страусов, оставленные без присмотра взрослых птиц, часто становятся добычей шакалов и гиен, а также птиц-падальщиков. Сервятники, например, берут камень в клюв и бросают его на яйцо, до тех пор, пока оно не разобьется. По этой причине в период инкубации и роста птенцов популяция несет максимальный урон. На самих страусов охотятся только крупные и сильные хищники, например, гепарды, леопарды и львы, но с осторожностью опасаясь методов их защиты. Ведь взрослые страусы опасны даже для крупных хищников. Одного удара их сильной ноги, вооруженной твердым когтем, достаточно, чтобы серьезно ранить или убить льва. Однако самый непоправимый урон популяции несут браконьеры. Охотники убивают целые стада. Они нелегально продают кожу, перья, мясо, яйца страусов. Метод борьбы с браконьерами сейчас один – разведение особей на ферме. Так вся необходимая продукция получается от специально выращиваемого поголовья, а не от вырезания всех подряд птиц. Кроме того, что страусы сами по себе уникальные птицы, о них есть еще несколько интересных фактов. У страусов отсутствуют зубы, а их роль выполняют различные предметы. Чтобы пища в желудке переваривалась быстрее, страусы глотают камешки. Скапливаясь в желудке, они выполняют роль зубов, механически измельчая корм. Иногда вместо камешков используются кусочки пластмассы, дерева, железа. Африканский страус – единственная в мире птица, у которой есть мочевой пузырь. В обычных условиях страусы могут дожить до 75 лет. Наверняка вы слышали, что при опасности страус прячет голову в песок. На самом же деле страусы лишь опускают голову на землю вместе с шеей. Но зачем? Чтобы избавиться от паразитов, найти себе пищу или попытаться слиться с саванной, прячась от хищников. Но если спрятаться не выйдет, страус сиганет со своего места четырехметровыми шагами. Страус без колебаний нападет на человека, если ему придется защищать свою территорию. Эта быстроногая нелетающая птица – поистине удивительное создание, приносящее радость и восхищение всем, кто его видит. Она всегда вызывала особый интерес и никогда не была обделена вниманием как со стороны ученых, так и со стороны обычных людей. А вам когда-либо приходилось видеть африканского страуса вживую? Если да, то какие у вас остались впечатления? Обязательно поделитесь с нами в комментариях.